Всем привет! Сегодня в прямом эфире Михаил Мордасов и Everyday Russia. У нас сегодня новый гость. Мы открываем, так сказать, ящик, ну не Пандоры, а какой-то более приличный ящик. У нас сегодня в гостях Анастасия Макарычева, фотожурналист из Нижнего Новгорода и постоянный автор Everyday Russia. Тем самым мы открываем новую рубрику. В ближайшие недели, в месяцы мы будем приглашать наших самых публикуемых авторов в Everyday Russia в эфир и расспрашивать их о том, как они живут, как они работают. И сейчас я приглашаю Настю. Да, тут пишут, что эхо было, теперь эхо нет, отлично. Отлично, все. Без наушников ты, конечно, сильно красивее. Ну что ж поделать. В наушниках, зато я чувствую себя как в танке, мне так даже улетней. Так, я тебя представил, может быть, хочешь что-то добавить о себе? Я прослушала, к сожалению, что было обо мне сказано. Я добавлю, наверное, то, что я живу в Нижнем Новгороде, на самом деле снимать я начала 7 лет назад. Я начала работать фотографом в нижегородском СМИ. Потом я уехала в Америку на два года, где я не работала первый год совсем. Я учила язык скорее, да, и училась в фотошколе параллельно. И где, как ни странно, случилось что-то такое, что я начала больше понимать, наверное, фотографии, больше снимать для федеральных, в том числе, СМИ, именно там, в США. И вот это, наверное, к вопросу о том, что сложности помогают нам в чем-то. И, наверное, жизнь в регионе – это тоже своего рода сложность, но при этом тут есть свои плюсы. Но, наверное, лучше задавать мне вопросы, и я тогда буду отвечать. Да вообще жизнь сложная штука, сплошная сложность, наверное. Да нет, на самом деле я, тут я, пожалуй, не соглашусь, жизнь достаточно легкая. Я шучу, я шучу. Ну, у каждого по-разному. А вообще, кто тут у нас еще из регионов есть, люди? Помашите нам ручкой или поставьте пальчик вверх, чтобы мы поняли, что у нас не только москвичи нас слушают? Или, может быть, вообще москвичи нас не слушают? Расскажи, Настя, как там в провинции живется-то? Вот мне интересно, я сейчас, поскольку, когда вы меня позвали, когда написали, я долго думала о том, что, что же вообще мне рассказывать про региональную жизнь, в принципе. И поняла, что многие москвичи, в последнее время я переписываю, в связи с коронавирусом, с пандемией, с кризисом, очень много чего меняется у людей в плане работы. И, в общем, я поняла, что те, кто живет в Москве, хотят путешествовать по России, по глубинке. Те, кто живет в глубинке, стремятся в Москву. И это, наверное, доказывает еще раз, что, в принципе, жизнь хороша там, где ты сам себя чувствуешь хорошо. То есть стремиться куда-то, от чего-то сбежать, это бесполезная вещь. Но при этом есть свои нюансы, о которых я могу рассказать, что хорошего в регионе или что плохого, о чем начать. Начни с самого главного. Ладно, тогда я вот так скажу. Если говорить об успешности фотографа в регионе, то тут надо понять, что такое успешность. Потому что есть финансовый вопрос, и есть творческий вопрос. С точки зрения финансов... И они в разные стороны, да? Да, они расходятся совершенно. С точки зрения финансов, вот, пожалуйста, я вам просто назову зарплаты, какие у местных региональных фото-журналистов. 20 тысяч. 26 тысяч в месяц. Это в день? Нет, конечно, в месяц. Это в месяц. Это просто к тому, о минусах, пожалуй, от региональной журналистики. И это считается неплохо. Вот 30 тысяч, это уже считается прям хорошо. У меня была зарплата больше до кризиса. Она была у меня ближе к 40. И я считалась прям очень приличная сумма. Офига себе. Да что ты сделала, чтобы у тебя такая зарплата была? Вот. Повезло мне. На самом деле у меня снизила зарплата. Она тоже вот стала 26 тысяч у меня, когда апрель случился. А сейчас я вообще без работы официальной вот такой. Потому что с 1 июля должность фото-журналиста в холдинге, где я работала, сократили совсем. Ну, тебе дали три оклада? Нет, потому что у нас с этим тоже сложно в регионах. Потому что у меня был договор подряда. И все по закону нормально абсолютно. В общем, такие вот дела. И основные деньги на самом деле заработать можно вне основной работы. Потому что понятно, что одна съемка для одного даже государственного издания, федерального какого-то, приносит тебе пятую часть зарплаты, половину зарплаты, треть зарплаты. Естественно, что деньги, которые ты зарабатываешь, постоянные такие, это не основные деньги. Если про финансы говорить. То есть самая главная цель фото-журналиста в регионе, если учесть еще, что фотография требует вложений бесконечных, это все понимают, кто связан с фотографией, нужно просто находить для себя сферы за пределами региона, вот так вот, чтобы быть финансово успешным, мне кажется. Либо заниматься еще параллельно коммерческой фотографией, которая скорее, наверное, будет даже в какой-то корпорации, параллельно работать на какую-то корпорацию, например, на нефтяную компанию, где ты достаточно регулярно снимать можешь события. Ты здесь работаешь на нефтяную компанию. Сейчас нет, сейчас пандемия, сейчас все сократилось. Вот, так что, вот. Но это приносит, вот реально, все сотрудничество за пределами фото-журналистики в регионе приносит больше доходов. Это если про финансы. Мне интереснее разговаривать про творчество, на самом деле. Подожди-ка, про финансы мы еще не поговорили, на самом деле. Ты так скользко упомянула. Давай-ка тогда расскажи, вот сколько ты и где зарабатывала до пандемии и сколько и где зарабатываешь сейчас. Вот такой вопрос. Ну, все-таки вот, ну, мне интересно понять, ты... Как находить деньги фото-журналисту в регионе, да? Фото-журналист зарабатывает журналистикой или фото-журналист зарабатывает фотографией, большей частью? Начнем, ну, я предполагаю, что мы поговорим с людьми из разных регионов в другие недели, в другие эфиры. Но вот так получилось, что мы начали с тебя. Вот давай узнаем, как... Мне приятно. ...через твою призму, как дела в Нижнем Новгороде обстоят с этим. Ну, сейчас грустно, на самом деле, потому что... Ну, сколько ты зарабатывал за последний месяц? Так, если не считать... А можно я не буду сумму называть? Я нормально заработала, но последний месяц, хотя я убой. Ну, лучше назвать, конечно, это же интересно всем. Так, я на самом деле не посчитала, сколько мне должны еще, я же не все деньги еще получила, что-то я еще должна сдать. Ну, понятно. Ну, какие-то ты получила, потому что ты работала когда-то там, не знаю, в апреле, в мае, в июне. Нет, эти я уже даже не считаю. Вот честно, Миш, мне сложно посчитать, сколько денег. Вообще там должна быть нормальная сумма, но я не хочу об этом говорить, потому что не самый важный вопрос. Ну, хотя бы разброс там сколько? Ну, больше, чем офицер. Ну, нет, конечно. Ста тысяч нет, я вот скажу так, нет ста тысяч, но и нет тридцати... То есть между... Вот мне надо посчитать. Между тридцатью и ста. Что из этого журналистские деньги? Так, вот именно журналистки половина. Половина суммы – это именно вот журналистика. А, а половина – это что? Коммерческая съемка. Коммерческая съемка. Это вот сейчас период пандемии. Да. То есть сейчас ты говоришь плохо, да? То есть до пандемии ты, получается, зарабатывала больше ста тысяч. До пандемии, как минимум, у меня было официальное место работы, где я получала регулярные свои деньги, и они тоже входили в мою кассу, так сказать. Ну, это понятно, да. Я тоже могла их учитывать. Но, с другой стороны... Ну, в общем, мне интереснее, честно, не про финансы разговаривать, мне гораздо интереснее разговаривать про творчество. Потому что если говорить про то, что надо пойти заработать деньги в фотографию, то это, на самом деле, немножко утопическая идея. Про творчество мы тоже поговорим. Про деньги хочу добавить. Каким образом можно их получать? Можно заниматься фотографией, если это очень любишь. Мне кажется, это нужно делать. Но при этом можно работать в другом месте вообще. То есть если снимать... Это твой опыт такой, как говорит. Это не мой опыт. Это опыт моих знакомых. Это если заниматься не фото-журналистикой, а документальной фотографией. Не снимать проекты, например, какие-то, не думать про деньги в этот момент. Тогда да, это хороший выход. Давай мы ограничимся твоим опытом. То есть мы все-таки с тобой говорим, мой знакомый сказал мне это. Это немножко не наш формат. То есть тебя журналистика, фото-журналистика кормит наполовину? Пожалуй, да. Потому что большинство денег, реальных денег, которые я получаю, это все-таки коммерческая съемка, какие-то коммерческие заказы больше. Как ты их находишь? Что это за заказы? Ну, понятно, это нефть каким-то образом. В Нижнем Новгороде есть нефть? Ну, есть компании, в которых можно работать. И оно как-то само происходит. Когда ты много снимаешь, тебя все равно видят. И понятно, что у тебя... Я ничего специально для этого сейчас пока не делала. Когда я вернулась из Америки, и мне не было... Ну, то есть мне приходилось заново себя проявлять как-то здесь. Я делала объявления в соцсетях о том, что у меня есть место, я могу снимать портреты. Да, я снимаю портреты иногда. Но они тоже все равно не вылизанная картинка, а немножко про людей. То есть более живые. Старающие делать, по крайней мере. И тоже понятно, что не каждый человек пойдет за такими портретами. Вот. Как тебя не напрягает то, что ты как бы фото-журналист, и тебя там просят, не знаю, какую-нибудь конференцию поснимать? Ты говоришь, какая конференция? Ну, честно, это не моя любимая. Ты говоришь, о, какое интересное предложение. На самом деле, мне кажется, нужно быть с нобом, чтобы отрицать, что деньги надо тоже зарабатывать. И просто к этому относиться надо спокойно. Да, за это тебе платят деньги. Да, ты можешь это делать, идешь и делаешь. Вот и все, это такая же работа. Другое дело, что вот как раз там, где фото-журналистика, там больше творчества и любви. Вот туда как раз, там даже не замечаешь, что работаешь. Ты просто делаешь какие-то вещи, и когда что-то там складывается, это просто прекрасно. Для кого ты в этом году снимала из СМИ? Расскажи. Я снимала для «Новой газеты». Точнее как, это уже не было заданием «Новой газеты». Это скорее было заданием «Русского репортера». То есть мы согласовывали. Да, так, это было так. Но в тот момент, когда должна была выйти публикация, вышел, русский репортер перестал выходить. Это была история про лебедя, которого спасли, спас мужчина. История, которая, в общем-то, если поверхность на нее смотреть, вроде бы такая обычная история, когда человек, мужчина спас лебедя. Такие случаи бывают. Лебедь замерзал на пруду, мужчина его достал. Я позвонила этому мужчине, нашла его телефон, звонила с ним. Оказалось, что он очень забавный, интересный, самобытный. С ним очень долго я разговаривала по телефону, несколько дней, и потом решила съехать к нему. Думала, что буду делать историю о любви. А оказалась история про надежду. Для меня важен этот материал, потому что там не только фотографии, там еще текст. Я писала еще репортаж об этом. И поэтому я его люблю, этот материал. И да, он должен был выйти. Так совпало, что после Нового года мы говорили, что он попадет в русский репортер. Мы все это утвердили. Про проблемы, кстати, фото-журналистик сейчас тоже расскажу. И вот русский репортер просто не выдержал нового кризиса. И потом я отправила этот материал вместе с текстом в другое издание. Большое, наверное, не буду об этом говорить. Я лично сообщу, какое издание. Его хотели тоже взять, но, к сожалению, там не было гонораров вообще. То есть вот, пожалуйста, бесплатно мы можем. Просто нет гонорарных фонда. У тебя столько тем, это запретных. Об этом не хочу поговорить. Это не расскажу. Ну, вдруг они не хотят, чтобы мы об этом говорили. Мы потому что лично обсуждали эту тему с редактором. Вот он мне говорил, что проблема. Нет, конечно, тебе решать. Да, пожалуй, я не буду. Вдруг я кого-то подставлю. Мне кажется, немножко странным, что ты все пытаешься какие-то углы обойти. А углов, мне кажется, это и нет. Ну, ладно. Ну, может и нет. Может быть, действительно так. На всякий случай я вот не буду пока. И в итоге вот он вышел в новой газете, этот материал. Вот. То есть вот сложности тоже как ты можешь... Ты в этой публикации смогла что-то заработать? Или ты в итоге все деньги потратила на всякие разговоры, передвижения? Нет, нет, нет. Я заработала денег, тоже мне заплатили 10 тысяч. И сколько ты в плюсе оказалось? Тысячи три-четыре? Нет, меньше. Больше я заработала, потому что я потратила на бензин и на... Ну, на переговоры я вообще не считаю по телефону. Тысячи-две с половиной я потратила для того, чтобы сделать этот материал. Вот. И заработала, получается, тысячи. Семь с половиной. Где-то так, да. То есть ты не кушаешь, только бензином машину заправляешь? Ну, не с моим. Во время съемки. Во время съемки. Во время съемки. Во время съемки. Нет, конечно, не ем. Вот я и посчитала. Две тысячи это на бензин и пятьсот рублей покушать. Пятьсот рублей покушать? Ну, на завтраке хот-дог стоит. Хорошо быть женщиной в Нижнем Новгороде. На пятьсот рублей можно покушать. Плохо быть женщиной, которая в зимних полях, где нет магазинов, кафе и ресторанов. Там просто хот-дог стоит все-таки вместе с чаем. Примерно так. Прежде всего, я беру с собой что-то. Так, но пока что одна была публикация в год. Нет, еще... Еще в этом... У меня надо вспомнить... Для РИА новостей я много снимала то, что связано с коронавирусом. У меня было много съемок. Это и скорая помощь, врачи скорой помощи, и карантинные зоны тоже ездила. Гонорар я вот жду. Там у нас как раз... То есть ты стрингер РИА новостей? Бывает. У нас два человека снимают для РИА новостей. А, даже двое? Я просто иногда... В Нижнем Новгороде два человека стрингера. Вау. Как они между вами выбирают? А кто успевает снять... Кто на месте, ближе к месту, тот снимает. Мы сами... Ближе к месту. Новгород небольшой городок. Ну, например... Ну, как небольшой город? Миллионник. Ну, как? Небольшой, а сам регион... Ну, например, у меня нет машины сейчас в данный момент, и я не могу, например, ехать в регион. А тот, у кого есть машина, может туда поехать и сделать съемку. Если я сняла, например... Вот как работать тоже? Если ты хочешь опубликоваться в федеральных СМИ или просто даже зарабатывать деньги, потому что это все-таки такая больше новостейная съемка, не творческая, ты снял ту же самую карантинную зону, где закрывают территорию для проезда в этот момент. И ты просто отправляешь, предлагаешь съемку, часть картинок отбираешь, отправляешь в билд-редактору и говоришь, вот у меня есть такая съемка, нужна ли вам. И если она нужна, ее берут, публикуют. Вот и все. Так это делается так. И еще кого-нибудь посылаешь? Если и остается что-нибудь интересное. Если есть кому послать еще, то уже. То есть, да, тут два варианта. Либо если ты много снял, ты можешь разделить съемку и отправить в разные места. Но у нас все равно поделена сфера. Все-таки для ТАССа есть Миша Солунин для «Ариэнновостей», я еще, Рома и так далее. Сколько «Ариэнновостей» сейчас платят? Они за картинку платят? Тысячу? Нет, они платят за съемку. То есть тут тоже бывает, что съемка очень простая и легкая. Вот ты вышел, снял или отобрал, когда тебе звонят, говорят, Настя, есть ли у тебя там устайк «Арим?» Я говорю, да, есть. И ты отбираешь просто дом. Ты и так снимал для местных новостей. И ты отбираешь несколько картин, которые остались, и думаешь, как же их возьмут, а их берут. Ты получаешь за них те же деньги, а бывает, что ты едешь в область. Для меня идеальный вариант это когда я получаю удовольствие от съемки, тогда вот точно ты просто знаешь, что можешь отправить в разные места. И в разных же местах публиковать этот материал. То есть даже так. Где еще публиковалась в этом году? Так, в этом году. Сейчас я... Вот сейчас готовится публикация для журнала «Тима», это журнал «Богутворитель». «Богутворительный». Вот про мальчика, у которого синдром Дауна и расстройство аутического спектра. Вообще про «Центр сияния» мы делали в материале. И сейчас про публикацию, если говорить. Вот я не помню, «Нашнелл географик» вышла, по-моему, у меня как раз в начале года. Либо прямо перед Новым годом, либо в начале. Я, честно говоря, уже не помню. Ну, зачтем, хорошо. Да, можно. Из вот федеральных таких более-менее. Я что-то могла забыть, на самом деле. Так, «Новая газета», «Нашнелл географик», «Реановости», «Журнал «Тим». Наверное, вот эти вот издания. Три публикации всего лишь? И одна из них не вышла? Не три. Ну почему? «Реановости» — это не публикация. «Реановости» — это не публикация. Это как бы варкзонный агент. «Бирденфлайт» еще точно, я вспомнила. «Обнуление» у меня там было. Но тоже, вот я не помню, на границе года было все снято. Вот. Из таких. То есть как ты тогда умудряешь на фоторурналистику жить, если у тебя четыре публикации? Ну, я же работала и на федеральной СМИ тоже. Вот и коммерческой. Ну, я же сразу сказала, с точки зрения финансовой фоторурналистика здесь, в Нижнем Новгороде, не приносит больших денег. Деньги приносят какие-то больше коммерческие проекты. Вот сейчас, например, я работаю на проекте, на фестивале граффити. Вот это принесет мне какие-то деньги. Но это... Да, там много творчества, и можно интересные вещи снимать, художников и так далее. Но это же не публикация в СМИ тоже. Вот. Так что... Так вот можно выжить в регионе. Вот. Блин, сняла у меня с языка какой-то вопрос. Вернее, сняла с языка, наоборот, перебила. Ты работаешь где территориально? То есть только в Нижнем Новгороде и области? Нет, я могу спокойно уехать. Я вообще легко срываюсь куда-то. Ну, ты понятно, что можешь. А уезжаешь ли ты куда-нибудь? Уезжаю, я могу. Я вот, кстати, как ты говоришь, считаю ли я деньги? Я вообще не считаю деньги. Если мне нравится тема, или я чувствую, что я хочу туда ехать, я просто покупаю билеты и еду. И деньги как-то вот отбиваются, честно, когда ты делаешь какие-то вещи интересные. Просто надо в этот момент понимать, что ты возьмешь какую-то коммерческую съемку, и деньги вернутся. И у меня в семье уже привыкли. Я могу сказать, так, я завтра уезжаю в Киров, или я завтра еду в Санкт-Петербург. То есть ты не помнишь, когда ты завтра едешь? Я просто могу неожиданно решить. У меня есть одна тема, которую я снимаю. Могу проект. Я могу чуть-чуть рассказать. Наверное, даже я расскажу, потому что мне в этом проекте как раз нужны спонсоры, пожалуй. Я делаю проект про девочек, которых зовут Россия. Они в разных городах России живут. В смысле, их зовут? Это имя. Да, это такое имя. У меня снято две героини, но не до конца. Одна как раз в Кирове живет, другая в Санкт-Петербурге. И перед Новым годом я нашла контакты родителей девочки России в Санкт-Петербурге. Девочка еще маленькая, она только в прошлом году родилась. Россия русских имя. Я хочу просто сделать не про одну девочку, а их реально несколько. Одна причем живет в Сирии. И вот я бы туда тоже съездила, не знаю, как туда попасть. Тем более сейчас. И я позвонила, договориться родителям, просто обозначить, что есть я, что я хочу приехать, сделать историю про них. Нашла контакты, позвонила родителям. И они говорят, а мы будем крестить ее в эти выходные. Естественно, это пропускать нельзя. Я просто беру билеты, покупаю их и еду туда. Вот и все. Это так делается. Но вот с этой темой, конкретно с этой темой, мне правда нужны какие-то дополнительные деньги. Потому что география России в России очень велика. Если посчитать, сколько мне придется потратить, это приличная сумма. Только на дорогу. Но что ты не хочешь сделать? Фейстайм, съемку? Не мое. Вот это что-то я никак не смогла этому научиться, честно скажу. Вот. Наверное. Я только племянника так фотографировала. Все. Получилось? Ну, все равно. Я не чувствую героя так. Мне хочется чувствовать героя, для этого я с ним общаться. По фейстайм пообщайся. Все равно это не совсем мое, наверное. У меня вот не сложилось. Так, ну тогда второй вариант. Давай, пиши свою карту Сбербанка сюда в комментарии. И сейчас все скидываемся, Насте. Так. По 100 или по 1000 рублей. Она сможет поехать в Питер или в Киров. В Ханты-Мансийск? В Ханты-Мансийск, да. Очень много, очень много. Побольше скидывайте, побольше скидывайте еще. Так. Ну, это, я думаю, что я когда сделаю пилотную версию, я объявлю краудфандинговую какую-нибудь компанию или поищу спонсоров, потому что, если... Вся Россия должна участвовать. Скинуться на Россию. Да. Да. Вот. Такие... Ну, это понятно, это твоя инициатива. Бывает ли так, что тебе заказывают съемку в Москве, в Питере, не знаю, там, в каком-нибудь соседней области? Нет. Скорее, мне звание все-таки, когда нужно снять кого-то здесь, близко, вот в регионе. Хотя я для Огонька, я специально ездила в Киров, вот как раз. Для Огонька я делала в прошлом году, да. В прошлом году. Ты ощущаешь некую ущербность, что ты региональный фото-журналист? Абсолютно нет. Вот это прям точно не про меня. Я вначале уже сказала, что есть те, кто хочет... Кто живет в регионе, хочет в Москву, а есть те, кто живет в Москве, хочет в регионы, потому что считают, что здесь жизнь. Я считаю, что жизнь везде. И... Ты в каком это... Причисляешь? Типу? Типу кого? Ты хочешь в Москву или из Москвы? Я хочу там, где я есть. Я, поскольку жила в тех местах, где мне было тяжело, это про Америку, как раз начинали говорить. Полгода это был очень тяжелый опыт, когда я не знала английского языка совершенно, я не могла работать, я привыкла работать. Потому что у меня не было ни разрешения на работу. А работал мой муж, мы уехали из-за его работы. И вот потом я поняла, что вообще жить можно где угодно, если ты хочешь жить и хочешь что-то делать. И делать вещи интересные можно где угодно. Так вот регионы, на мой взгляд, как раз более к хорошему. От денег, которых мало в регионах, перейдем к хорошему. В регионах очень много темы, потенциала творческого. То есть на самом деле надо научиться видеть эти темы. Как ты этому научилась? Школа Док-Док-Док уж, честно говоря, мне помогла все-таки. И мой личный опыт, я же в фотографии пришла из журналистики, не визуальной. Хотя там отчасти визуальность все-таки есть. Я сначала работала корреспондентом в российской газете. И для федеральных СМИ я тоже что-то там делала. Но очень редко, на самом деле. Российская газета, это вообще-то федеральная газета. В региональном я в издании работала. Да, у нас были федеральные публикации. Я в студенческие годы и после, в нештатные я там уже работала. Моя основная работа была продюсер в новостях на телекомпании ТВ-центр в регионе здесь. Это было интересное время. Это 2000-е, конец 2000-х, начало 2010-х. То есть ты продюсер, который не считает деньги на командировке? Нет, я находила темы. Я считала деньги, которые нам выделяли. Мы определяли, ага, у нас бензина столько-то, значит, нам хватит съездить туда-то. И обсуждали эти вопросы с Москвой, естественно. Главная моя задача была найти темы, договориться с героями, найти героев. Я таких героев находила, что это просто прекрасный опыт для меня сейчас, как в качестве фотожурналиста. Мужчина, который живет в лесу, и у него нет телефона вообще. Вот я просто знаю, что вот он живет в лесу, около Кежинца. Все, вся информация. И примерно территорию. И настолько волшебные вещи, на самом деле, происходят, когда ты... В смысле, ты приехала в лес и нашла его? Нет, а туда на Шишиге только можно доехать. Туда никак больше нет, что нет дорог. То есть ты его не нашла? Я нашла его. Я находила героев. Я звонила просто в деревне, которая рядом находилась, вот рядом с этой точкой на карте, и говорила, здравствуйте, меня зовут Акта, и я тот-то человек, и я ищу вот этого мужчину. Вы видели мужчину без телефона? Не подскажете, как его найти? У него был телефон, у меня его не было контакта. У него-то есть телефон, его надо найти. И просто случайно, там, на той стороне провода мне говорят, да, конечно, мы вам поможем. У нас есть в соседях его дочь, и дают ее контакты. Вот так ты находишь людей. То есть такие волшебные... Вот такая работа очень сильно помогает вообще верить во что-то и делать, находить героев, которых... У меня вчера произошел интересный случай по поводу героев. Я же снимаю большой проект, он уже вот как раз опубликован, он частично был в National Geographic. А, в Republic, у меня были публикации, я еще забыла сказать. Republic. Ну, вообще-то и все публикации свои забываешь, а? Ну, я не могу. Не так важно, что ли? У меня столько всего в голове, что я не могу одержать. Нет, мне нужно, кстати, вот собрать всю эту информацию и сделать сайт, который я никак не сделаю. Так вот, я снимаю проект про дворы, которые украшают вырезанными лебедями и так далее. Так, ну, всякими шинами, бутылками. И я вчера была в Дзержинске, это соседний, недалеко от Нижнего Новгорода, городок, известный достаточно своей химической промышленности. Вот он также известен своими дворами. Их там действительно много, и я проходила мимо одного двора со своими знакомыми, своими одногруппницами встречались там. И увидела этот двор, говорю, какой прекрасный двор, мне бы найти героев. И, возвращаясь назад, увидела людей, сидящих в красной рубахе. У меня в сторис, кстати, есть герои. Я не спрашиваю, вы искали героев? Нет, я останавливаюсь и говорю, а вы не знаете, кто украшает этот двор? И женщины, которые сидели рядом, поворачиваются к мужчине, говорят, так это же Анатолий Аркадьевич, показывают мне на него. То есть я так нахожу героев. Вот проект про ЖКХ-арт снят, снимать примерно так. Как ты находишь тему? Как ты находишь тему и заинтересовываешь их неместные СМИ? Вот как раз работа на телоцентре как раз мне помогла научиться видеть это все. Да, это понятно. Как ты это находишь? Внутреннее чутье, наверное, скорее всего, что ты... Моя заинтересованность в первую очередь должна быть. Должна хотеть я снимать это. Тогда получается... Ну что, ты ресерчишь интернет или ходишь по улице, смотришь вокруг или опрашиваешь знакомых? Это процесс какой-то постоянный, мне кажется. Я просто вот живу в подвешенном состоянии у меня в голове, что можно снять, что можно снять. То есть ты сейчас со мной разговариваешь и думаешь о том, чтобы снять? Ну вот поговорю и, возможно, буду думать. Сейчас все-таки я думаю о том, что я с тобой разговариваю и со всеми, кто нас слушает. Про лебедя того же самого. Говорю, она выглядит обыкновенно, эта тема, потому что действительно достаточно частый случай. Но когда ты звонишь, просто какая-то интуиция. Ты чувствуешь, да, надо позвонить. Звонишь и понимаешь, что ты там можешь что-то сделать. И ты приезжаешь и понимаешь, что еще глубже можешь сделать эту тему. Не просто факт, не просто, что вот это и вот это, а получается гораздо интереснее. А куда-то в подворах есть лебеди? Пришлите нам... Авторов, желательно, с номерами авторов. Ну, с номерами телефона сразу же, да. Как ты хочешь, да. Просто помашите нам ручкой, что у вас есть лебеди. У меня во дворе нету лебедей. Хотя, хотят поставить, а я против. Если поставят, я приеду сразу. Вот так. Про тему, кстати, про дворы, украшения дворов, как я начала ее снимать. Меня всегда удивляло это явление. Я искренне не понимала, зачем же ставить что-то во дворе, если там растут цветы и деревья. Зачем еще что-то нужно? Вот на улице Осеева в Москве. А в Москву, кстати, в начале сентября поеду, как раз заеду на улицу Осеева. Спасибо. И я от своего интереса скорее пошла. Думаю, зачем это люди делают? И я шла... Приехала к родителям в село Курмыш, где я выросла, где я жила и росла. И увидела у соседки этих лебедей. И вот так начался мой проект. Я просто пришла к ней, поставила ее среди этих фигур, сделала портрет и записала интервью. Самый главный вопрос, который я задаю, что такое красота и для чего вообще вы это делаете? Почему это происходит? И настолько глубокие ответы, кстати говоря, приходят. Вот вчера мне, например, сказали, что красота – это не фигура, не лицо, не глаза. Красота – это отношения между людьми. Так что мой снобизм по отношению к этому явлению убавился очень сильно, когда я стала общаться с людьми. Но лебедей-то они за равно ставят. А я уже по-другому к этому отношусь. Просто можно видеть суть. Можешь вспомнить свой главный провал в фото-журналистике? Главный провал был в прямом смысле. Я провалилась в бетон. Жидкий в смысле? Жидкий. Это было… В общем, как обычно… Зная твой рост, я боюсь спросить, до какого… Нормально, не настолько страшно. В общем, это было так. Мы ждали мэра, который сейчас в бегах, потому что он под судом сейчас… Ну, осужден. Осужден, да. Ну, это обычная история для России. Мэр был, мэр не стал, стал в суд. Да, для Нижнего Новгорода, да. И мы ходили вокруг территории, которую он должен был осмотреть. А там тропинки, земля какая-то. Думаю, ну чего я по земле буду ходить? Вон бетонный островок. И я прыгнула прямо в него. И он одной ногой, слава богу. У меня был сапог бетонный. И за 10 минут до приезда мэра я отмывала его. Но все смеялись. Это, правда, было очень смешно, потому что я такая вся красивая с сапогом. Вот. Из бетона. В прямом смысле провал, да. В прямом смысле, да. Провал. То, что я сейчас вспомнила. Вообще, было достаточно много смешных случаев. А, кстати, тоже. Было очень смешно. Это последняя моя съемка допандемийная, пожалуй, одна из последних. В Intel приезжал глава из Калифорнии, к нам в Нижний Новгород, с ректором университета ННГ Миловачевского, губернатором, и свитой губернатора. Там был подписан договор. И во время конферента все журналисты стояли сзади. Кто работает в СМИ, представляет, как это происходит. Сначала все долго ждут, потом всех запускают, сейчас стоят. А там очень маленькое пространство. Я очень устала стоять своим тяжелым рюкзаком, решила сесть на шкафчик. И вот во время речи одного из спикеров у меня этот шкафчик упал. Он оказался навесным, а я не проверила. Я вместе со шкафом провалилась. Это прям уже тенденция намечается какая-то. Так что, кстати, таких случаев очень много у фото журналистов. Коллега мой недавно снес стойку световую. Тоже на каком-то официальном мероприятии с министром федеральным. А какой у тебя главный успех был? В фото журналистике именно? Ну да, да, в фото журналистике. Понятно, что вышла замуж, родила дочку. Это главный успех в фото журналистике. Отложный вопрос. Мне кажется, он еще будет, главный успех, во-первых. У меня очень интересное отношение к конкурсам. Я, к сожалению, в них не участвую. Вот это мой неуспех. Это помогает тоже раскрутиться и имя, чтобы знали. У вас же должны были в док-док-док сказать, а я плохо научилась. Я знаю. Так, мой главный успех, это мой первый проект, я считаю, вот если из того, что было, потому что он очень личный. Это проект про адаптацию в Америке. Обнуление он называется. Сейчас очень в контексте последних событий звучит это на самом деле очень по-другому. Ну, он про людей из разных абсолютно стран, которые адаптировались, как проходили вот этот период адаптации в США в первые годы. У кого-то несколько лет, у кого-то год по-разному абсолютно. И почему это я считаю самым успешным? Потому что, во-первых, я начала снимать проекты с него, с этого проекта. Потому что, мне кажется, все-таки успех этого как раз проекта сейчас современной фотографии, причем смешанной с текстами. Не просто фотографии, но еще и тексты надо уметь писать. Вот. И во-вторых, почему это я считаю моим главным успехом? Потому что этот проект очень сильно мне помог самой пережить этот период в Америке, когда мне было тяжело. И очень сильно. Я бы, если бы не снимала там этот проект, не делала бы его. Во-первых, я бы хуже разговаривала по-английски. Во-вторых, я бы... Ну, я поняла, что таких, как я, все, наверное, кто приехал, практически все, все переживали это. Для меня такой большой шаг был. Во всех смыслах. Вот. И мне писали очень много людей тогда, когда я искала героев, а их по-разному абсолютно искала, в разных местах, в соцсетях, в том числе в группах. Русскоязычные очень часто отказывались, говорили, мы не будем сниматься, вот будет у нас все хорошо, приходите к нам, про плохое мы рассказывать не хотим. Мексиканцы, почти все соглашались, сирийцы, иракцы, вот все соглашались. Кто-то отказывался быть в кадре, лицо свое показывает, но соглашались рассказывать истории. А русскоязычные практически, ну, большинство, поскольку мне легче было их найти, большинство отказывались все равно. Да, мы такие. Мы боимся, да. Показывать свои неудачи, а они тоже есть. Мы живем среди плохого и хорошего. Жизнь при этом все равно хороша. В общем, этот проект показал мне, что жизнь хороша. Вот так. Вот так. Ребята, дорогие друзья, давайте у нашей оптимистичной Насти еще поспрашиваем что-нибудь, пишите свои вопросики, а то мои подходят к концу. А Настя еще хочет что-нибудь рассказать. А вы хотите посмотреть на ее улыбку? Я могу рассказать про минусы региональной журналистики еще, если хотите. Еще. Чтобы я не была настолько оптимистична. Кроме финансовой составляющей, финансового вопроса, для меня самым тяжелым является именно профессиональная сторона вопроса. Если ты снимаешь для федеральных СМИ, для московских каких-то изданий, ты обязательно сотрудничаешь с билет-редактором или с кем-то, кто помогает тебе. Ты чувствуешь команду. В региональных СМИ это большая редкость, потому что люди, просто корреспонденты, не представляют, что такое даже пересвет. Очень сложно иногда объяснить, что вот эту фотографию не надо ставить, потому что она технический враг. Ты что, показываешь такие фотографии? Нет, там же ставят фотографии, когда ты говоришь, вот можно, давайте заменим. Это очень сложно, на самом деле, тяжело. И просто нет билет-редакторов, нет культуры билет-редактирования, нет культуры визуальной фотографии. А когда ты звонишь или согласовываешь материал... Когда ты согласовываешь... Я прочитала вопрос. Так, это очень сложный для меня вопрос. Когда ты согласовываешь свой материал с билет-редакторами в Москве, это одно удовольствие слышать слова, например, ДСПН или Провок, потому что здесь ты можешь просто напугать редакторов какими-то знаниями своими, вот и все. Это прям большая для меня проблема. Я очень хочу сделать лекцию, бесплатную абсолютно для региональных корреспондентов, потому что в основном корреспонденты ставят все-таки фотографии, выбирают что-то к тексту. Просто основные правила выбора фотографий для новостей. Они же простые, на самом деле. Они хотят учиться? Я хочу. У меня есть боль в этом отношении. А то есть ты сможешь их заставить? Нет, я не смогу, конечно, никого заставлять, ничего делать. Но мне очень хочется, чтобы немножко изменилось. Надо просто понимать, что если ты хочешь продавать продукты, то надо продавать не только тексты, но и то, как выглядит сам сайт или выглядит издание. И там тоже есть свои правила. Они не такие сложные, если не сильно углубляться. Элементарные достаточно. Это можно научиться кому угодно, кто работает в журналистике. Это хорошая вещь. Блиц про моих... Я уже отвечаю на вопрос. Где ты видишь вопрос? Я вот не вижу почему-то. Мне пришло. Тебе отдельно как-то пришло? Нет. Вот, я вижу. Так, сейчас. Потому что присоединяются, и я уже не вижу. Так, мне нужно назвать трех любимых моих фотографов. Это безумно сложный вопрос, как минимум, потому что я забываю именно. Ну, я могу назвать из тех, кого я всегда вспоминаю, когда я рассказываю, кому интересно про визуальные языки основные. Я очень люблю Алекса Сота. Вот его серии про водопад, про Ниагару и про Миссисипи. Про Миссисипи, пожалуй, очень сильно люблю. Я могла с ним встретиться, когда я жила в Америке. Я уже собралась ехать на встречу в соседний штат, соседний городок, Милуоке. Он приезжал со своей выставкой. И выставка была не только его, а вообще многих фотографов. Но в этот день моя дочь тоже была на выставке своей собственной. Ее фотографию, конечно, картину из школы отобрали в дистрикте, в выставку, в школу. И я выбрала дочь, естественно. Я не поехала на встречу с Алексом Сотом. Но я была на его выставке и видела работы в музее, а потом уже съездила. Я люблю его работы. Они какие-то нейтрально пронзительные, что ли. Я уверен, Алекса Сот очень расстроился. Он меня не знает. Он почувствовал по-любому. Я кого-нибудь сейчас забуду точно. Потому что у меня достаточно большой список имен. Я люблю Валерия Мельникова. Но я его знаю. Потому что у него тоже очень глубокие работы. И про то, что кажется на поверхности. В принципе, это тема, которую мог любой поехать снимать. Но поехал именно он. И он умеет так делать. Видеть важное в сложных темах. А важные как раз обычные люди, про которых он делает. Мне очень понравился его мультимедийный проект. Видео именно. Это небольшое кино, которое на WordPress Photo было представлено. Кого еще мне назвать? Мне очень нравится. Мне заклинило имя. Ну, Миша, конечно, я тебя люблю. Я прочитала по вам. Но мне было сказано, кого я не знаю. Я уже нарушила правила и назвала того, кого я знаю. Напомните мне, кто снимал про Светлояр, про наше озеро в Нижнем Новгороде. Мне тоже вот эта важная история про то, что человек из Голландии приехал к нам в наш регион. Опоздал еще на костры, вокруг которых прыгнули люди. И выиграл WordPress Photo. Вот, пожалуйста, вам история. Я понял, понял, о ком ты говоришь. Меня заклинило имя. Питер Тенхупен вроде бы. Да, да, да. Вот, его я тоже люблю. Еще мне он интересен, потому что у него безумно разные работы. То есть у него есть и такой визуальный язык, и такой. Не все умеют так хорошо владеть. Я очень люблю... Это знакомых сейчас начну называть. Стаси Новгородцевой. Я тебя люблю, если ты будешь слушать. Вот тоже. Мне нравится ее вообще способность вот просто бросаться в работу, и ехать, и снимать тот же Крым, жить там несколько месяцев, чтобы снять тоже крутой проект. Потому что проблема всех нас. Мы боимся, мы растем, а мы хотим стабильности, и мы боимся куда-то углубляться. А на самом деле, когда ты куда-то идешь, что ты хочешь, и деньги возвращаются, все возвращается. Это прям точно. Я по себе. Вот это мой личный опыт, если про личный опыт говорить. Ты думаешь, ага, съешь, ну что-то будет. Мне кажется, потрясающее окончание нашей беседы. Главный вывод, который Настя сделала, который мы должны сделать, это не бояться. Не бояться и действовать. И тогда неважно, где ты живешь. А важно, что ты делаешь. А важно, что ты делаешь, да. Настя, спасибо тебе большое за вдохновенные ответы, за улыбку и оптимизм. Спасибо за то, что я смогла там быть. Смотрите нас в следующей неделе, ставьте хэштеги под своими фотографиями Everyday Russia, и, может быть, мы вас тоже пригласим. Все, всем пока. Всем счастливо, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...